Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком. Тема война. Вопрос 2126». Всегда ли правильно вели себя христиане? Или всё же были случаи, когда они вызвали на себя огонь противников своим невоздержанием или даже дерзностно? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Таких примеров масса. Вполне можно было жить спокойно, прославлять Господа, благовествовать. Но буквально задирали власть придержающих, а совершенно пренебрегая мирной, без войны, жизнью. 2 Тимофея 2 глава 25 стих. Скротостью наставлять противников не даст ли им Бог покаяния к познанию истины? 1 Тимофея 2 глава 1-2 стих. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Мятежи воздвигали по пустякам, ни в чём не уступая несогласным с ними, при том не в вопросах веры. Поплия. 9 октября. Кавычки открыты. Святая Поплия была в царствовании Юлиана, диконисой антиархийской церкви, славила своей добродетельной жизнью. В молодости своей она недолгое время пребывала в браке и имела сына Иоанна, который впоследствии был благочестивым пресвитером. По смерти мужа она собрала у себя лик действенниц, с которыми словословила Господа. Однажды она с этими действенностями пела утреннюю. Между прочим, они громогласно воспевали псалом. «Идолы язычников, серебро и золото, делорук человеческих, есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их. Подобные им будут делущие их и всяких, кто надеется на них». Псалом 134 с 15 по 18 стих. Случайно в то время мимо проходил прибывший в Антиохию император и, услышав сие пение, приказал замолчать. Но поприе начало петь еще громче. Тогда разгневанный император велел привести к себе начальницу хора и приказал каждому из сопровождавших его воинов бить ее по лицу. Святая в это время бестрепетно обличала Юлиана в безбожии и говорила, что считает истину Божию выше всего. Наконец она была отпущена в свой дом, где по-прежнему продолжала воспевать Бога вместе со своими действенницами. Вскоре после всего она с миром предала дух свой Господу. Великий отец, понимая лукавство царя, был как бы орел, летающий в облаках, недоступный и недосягаемый, который скорее сам мог уловить своего ловца. Он не отказался от присланного золота, чтобы не показаться безрассудно презирающим веру царя и не подавать поводу к его гневу, чтобы кроме того, милостыню, совершаемую на это золото, исходотайствовать ему у Бога милость для наставления его на путь истины. Но милостыня не имела никакого успеха, потому что золото было прислано не по правде, а с лукавством. Царь получил надежду иметь в лице Феодосия своего единомышленника, так как он принял золото, но напрасна была его надежда. Евдоксий, 6 сентября, кавычки открыты. По обнародованию всего повеления, многие из верующих бежали в пустыне и горы, предпочитая лучше жить там со зверями, нежели в городах с беззаконными людьми. Точно так же множество из сановных и знатных людей оставили свои должности и жилища и скрывались в неизвестных местах. Одним из таких был и воинский начальник Евдоксий, верный раб Иисуса Христа. Он, оставив свою должность, скрылся с женой и детьми от нещетивых, чтобы избежать царского гнева. Потом, призвав свою супругу по имени Василиса, детей, домашних и друзей, Евдоксий сказал им, «Было время, когда я скрывался, теперь же время открыться и добровольно отдаться в руки мучителей за Иисуса Христа, который Сам отдал Себя на страдания за нас. И вот я иду, и как восхотел Господь мой, так и устроит со мной, и поможет мне, вас же я оставляю под Его защитой. Затем, сделав разные распоряжения по дому, святой дал наставление детям своим и рабам, как им жить без него добродетельно, в страхе и любви Божией. А супруге своей завещал не плакать и не сетовать, когда она услышит о его смерти, но проводит тот день в большой радости и веселье, благодаря Богу, что он сподобил своего раба мученического венца». Простившись с домашними и надев приличную своему сану одежду, оружие и воинский пояс, как подобало одеваться начальнику войска, святой оставил свой дом, жену и детей, рабов, друзей и все свое имение, покидав все ради любви к Господу своему. Трогательна была эта разлука, когда жена мужа, дети отца, друзья любимого друга лишались. Горько все плакали, расставаясь с ним, ибо знали, что ему уже к ним не вернуться. Завидимым суметь увидеть Бога, невидимого, любящего нас, предусмотревшего, какие ждут дороги, что будет ни сегодня, ни сейчас. Заранее, за годы, за столетия, мастит через кого-то переправой, плетет нам фараон оковы плети, переплавляет у любимых нравы. Заранее, без видимой причины, темничный страж Иосифа скрутил, располагая так события тычинки, свой срок и феоплянина крестил. Не обойти при горькие лекарства, разжевывать, мучительно глотать, при жизни подниматься по мытарствам и понимать, что это благодать. Быть может, до гонца не осознаю, как почему мой жребий так суров, с таким трудом к скрижалям на синае, на горных заповедей ощутить покров. Без тесноты и муки не родится, корабль крушение выбросит на остров. Островитянов от меня лечится, мой опыт, слово, этот скальпель острый. Моя страна в чахотке издыхает, фугасы лопаются, гнойные нарывы. Путь к водоносам, а пока лохани, сомнительных успехов и наживы. Не будь разбойник пойман и распят, блудницу не схватили б так внезапно. Они все так же с головы допят, сгнивали крепостными у Пилата. Но за событиями наших биографий, за тем, что происходит за границей, у Бога все размерено под график, под будущие книги и страницы. Игла 21.06.03.